О решении двух важных проблем региона шла речь на приеме губернатора, который Игорь Руденя провел в пятницу 26 июня. Земляки попросили главу региона привести в порядок часть шоссе под Максатихой, а также помочь с газификацией одного из поселков в Балаговском районе. Михаил Родин живет под Максатихой. Шоссе, которое ведет на рамешке, пользуется регулярно. Однако из почти 55 километров дороги далеко не везде асфальт идеален. Местным жителям, да не только местным, приходится перемещаться с большим трудом по этой дороге. Постоянно съезжаешь на обочину, выезжаешь навстречу. Ямы, соответственно, это ущерб машине, ну и в принципе, можно сказать, моральный ущерб, потому что люди очень долго добираются до своего местного значения. Этот отрезок обязательно отремонтируют, отметил губернатор. Программой предусмотрено проведение работ на участке с 10 по 36 километр. В общей сложности 26 километров 200 метров трассы. Контракт уже подписали. По плану мы должны эту дорогу, вот оставшийся участок, делать до 1 октября. Постараемся сделать его до учебного года, до 1 сентября. План у нас есть, это ключевая дорога между Максатихой и нашим центром областным, потому что через рамешки можно ехать на беженую трассу. Житель поселка Гузятина Балаговского района передал губернатору просьбу всех земляков ускорить газификацию их населенного пункта. Сейчас там все пользуются голубым топливом, который привозят в баллонах. Однако все чаще люди отказываются от этого палеотива. Постоянно нужен контроль, привезут его или не привезут. В поселке от этого газа некоторые уже отказались из-за того, что дороговато. Для завершения газификации поселка требуется построить внутрепоселковые сети общей протяженностью 6,5 километров. Необходимая документация готова. Реализация проекта позволит газифицировать 130 домовладений, где проживают почти 290 человек. А также подвезти голубое топливо к фельдшерско-акушерскому пункту, библиотеке, почте. Все работы планируется провести в этом году. Мы на следующей неделе готовы выделить необходимые средства по газификации, потому что у нас есть соглашение с «Газпромом», и мы договаривались с ускоренными темпами для этого газификации. Напомним, что сейчас основное внимание уделяется 10-ти негазифицированным районам, расположенным на юго-западе и северо-востоке Верхней Волжи. До 2025 года планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, более 1400 километров сетей. Голубое топливо получит свыше 46 тысяч домовладений.